Амулеты и обереги — это самовнушение? Нет. Я могу сделать человеку амулет, и он будет работать. То есть у нас есть энергия, и мы этой энергией можем наполнять объекты любые, любые, любые. То есть если человек вам завидует, и он вам даёт, например, даже икону, но он вам её даёт со злонамерением, вам икона будет причинять вред. Если человек вас любит, он вам даст просто камень обычной земли, скажет, что у тебя этот камень оберегает, туда свою энергию закапсулирует, передаст, и этот камень будет вас оберегать. Работают не предметы, а работают мыслеформы, символы, энергии, пожелания, намерения. Это всё работает действительно. А можно ли амулет, который дали мне со злонамерением, переформатировать в добрый, положительный для меня амулет? Ну типа такого. Если ты это знаешь, что тебе это уже причиняет вред объект, ну можно попробовать. Ну проще просто избавиться, да? Нет, ну можно, если прям что-то надо, там тебе, можешь положить его в солёную воду, помогает. Можешь там какую-нибудь над ним молитву прочитать, ну просто зачем это делать? Отдай куда-нибудь в икене, сожги. Смотря что далее. А может быть, ещё же может быть какая-то техника безопасности, что-то вроде, когда ты покупаешь какие-то амулеты, где-то что-то, заранее не дожидаться там, чтобы понять, хороший он или добрый, а заранее заложить в него намерение, своё собственное очистить и заложить намерение. Ну если ты покупаешь, во-первых, надо покупать очень внимательно, потому что магическое братья, они все добрые, и не все доброжелательные. Очень часто люди специально делают и ставят свои программы на объекты, на свечи, на всё остальное. Они программируют так, чтобы им было от этого хорошо, чтобы ваша энергия куда-то вытекала. Зависит от того, где вы находитесь, с кем вы имеете дело. Можно сказать, да, мне это не причиняет вреда, я там что-то беру, там покупаю, и мне это приносит только пользу. Но если вы имеете дело с какой-то, например, с новой страной, в которой вы находитесь, например, здесь на Бали ты ничего не можешь сделать практически, только если ты переедешь в область, где не делают ритуалов, чтобы из тебя не стягивалась энергия в эгрегор Бали, в эгрегор местных. Если ты живёшь, например, в Чангу, и у тебя мало вот этих вот вокруг ритуалов, храмов, то ты в большей безопасности, если ты поселишься, чем в Убуде, например, где постоянно везде в пенинг-станане эти ритуалы, ритуалы. Там ты по-любому встретишь демонов и кого угодно из тебя. Чего бы ты там себе не ставил, всё равно будет долизать эта энергия, потому что это огромный эгрегор над островом, да. И так везде. Просто надо понимать, где ты находишься, что за местность, договариваться с местностью. И вот это вот всё, ну, возможно, но просто в чём эта борьба с ветряными мельницами? Создавайте себе сами амулеты. Купите какой-нибудь камушек драгоценный, там, за определённую энергию заложите, носите его с собой. Купил изумруд или рубины, там, неогранённые, они не так дорого стоят. Я не говорю там про драгоценные. Ну, такое прям, бывает необработанное. И, ну, там, подумал, там, вот это, вот это мне приносит. Или что-нибудь нарисовал там сам себе. Мне это полезно, мне это приносит пользу, это будет работать. Таня, подскажи, пожалуйста, как научиться видеть то, что происходит на тонком плане так же, как и ты? Во-первых, так же, как и я у вас не получится, у вас получится так, как у вас, а у меня, может быть, не получится, как у вас. Каждый человек видит и чувствует всё индивидуально. Несколько способов. Прямо сейчас просто дам работающих, да, чтобы не растекаться мыслями, потому что я люблю лаконичность. Узнайте, найдите в вашем пространстве, в вашем городе, там, в вашей местности хорошего расстановщика. И походите на занятия расстановками в качестве заместителя. Вы, занимая роль заместителя, начнёте видеть и чувствовать всё, что происходит. Далее. Вы можете научиться видеть, просто закрывая глаза, ложитесь, закрываете глаза, включаете приятную музыку, и у вас начинается перед глазами всякая образность возникает со временем. То же самое, начинайте следовать за всеми узорами, точками, за всей красотой, за всем, что вы видите, и углубляетесь туда, и тоже начинаете видеть. Интересный способ есть, когда вы видите напротив человека, хотите о нём что-то знать, вы уходите вниманию в основание его шеи, пристально туда смотрите, не отводя глаза. То есть смотрите, и как будто вы входите в эти структуры, если не боитесь. И вы будете всё в этом человеке тоже начинать понимать, знать, чувствовать его физику, его тело, его мысли. Изучайте, пробуйте, работайте. Курс вечный — это мой дар тебе. Ты искала эти знания много жизней, но раз за разом проигрывала, жалко цепляясь за временное. Ты искала счастья в любви, бабках, вкусной жрачке, красоте, сексе, семье, ребёнке. Ну и как? Интересно быть конечной? Знаешь, во что бы ты ни играла, что бы ни любила, и к чему ни подбирала волшебные таблетки, Все игры конечные, кроме твоего пути в духе. Пора разбудить вечность внутри себя. Я принесла эти знания для тебя и миллионов жителей нашей планеты, опутанных сном, но ещё способных к восхождению. С помощью моих практик ты познакомишься со своим духом, узнаешь, как совершать проходы в подсознание и очищать его. И наконец-то поймёшь, кто ты есть на самом деле и где находишься. На вечных ты сможешь узнать себя настоящий, такой, какой не знал о себя никогда. Когда? Кто ты? Кусок мяса? Бот? Расходный материал матрицы? Или речный дух? Пробуждённый игрок? Божество? Выбор за тобой. Продолжение следует...